Вот, я снова вас рад приветствовать на своём канале, и мы будем разбирать сегодня, продолжать разбирать жанры сегодня с вами. И сегодня мы будем с вами говорить тоже об азербайджанской музыке, и в частности мы будем говорить об азербайджанской частушке, которая называется Мейхана. Мейхана, ребята, в 90-е годы только стала снова возвращаться в азербайджанскую эстраду. Причиной запрета Мейханы было то, что в советский период времени данный жанр не употреблялся по причине того, что в нём использовались и используются и поныне запретные темы, как считалось по тому времени, то есть свобода слова была ограничена, и поэтому жанр Мейхана, можно сказать, что использовался редко. В 1969 году снимался фильм, между прочим, когда там употреблялась Мейхана. Но, значит, в этом фильме Мейхана звучала, получается, незаконным образом, и Мейхана, значит, была неповсеместно использована. Но минули 90-е годы, и в 90-е годы в том числе, когда Советский Союз уже прекратил своё существование, жанр Мейхана вернулась в азербайджанскую эстраду, на азербайджанскую сцену. Стали появляться исполнители-мейханисты. Популярность Мейханы вышла за рамки Азербайджана в данное время. Нынешние наши с вами, это Интигам и Интирам знаменитые, даже на российскую сцену они имели место быть. Со своим культовым названием «Ты кто такой? Давай, иди гуляй, до свидания». Сегодня она, кстати, эта композиция Интигамы и Интирама прозвучит в нашем эфире. Ну, а сейчас, ребята, я вам хочу рассказать вообще, откуда пошла Мейхана. Мейхана у нас с вами, значит, широко использовалась в Баку, начало в столице Азербайджана нашей с вами родины. И, значит, в трактирах она стала использоваться, в каких-то таких вот заведениях, где люди расслаблялись, распивая при этом алкогольные напитки и вообще различные напитки. И слушали данный жанр. Мейхана обговаривалась тематически, да, тематическая она была, кстати, темы обговаривались заранее. Значит, у Мейханы есть несколько вариантов её расшифровки. Одно из вариантов, вот, нам предлагает Википедия. Мей – это, значит, с персидского вино, ханы – это дом. Но, ханский дом. Но есть ещё и другие варианты этого. Ну, есть ещё такой вариант, называется «чёртов хан». То есть, Мей – это в азербайджанском переводе, это синоним слова «шайтан», «чёрт» переводится. И поэтому, значит, в общем, «чёртов хан», можно так выразиться дословно. Значит, во время исполнения Мейханы всегда исполняется этот жанр в полной импровизации. Тексты сочиняются буквально из головы исполнителей. Тему исполнения этого жанра обговариваются заранее, какая тема будет звучать. И, значит, на эту тему они придумывают, отвечая друг другу в рифму, речитативным способом. Ну, что-то, в общем, сроднимо с рэпом. Только звучание закадровое, да, звучит национальная азербайджанская музыка. Она сочетается, значит, Мейхана с инструментами, чаще всего барабана. И, например, может быть и гитара, может быть и какие-то струнные другие инструменты. САС, например, имеет место быть. И, значит, они проводят таким образом соревнования. Значит, Мейхана, ребята, это такой жанр, я ещё раз упоминаю, когда можно высказывать все свои мысли, только единственное ограничение, они тематические. Так же, Мейхана бывает и не тематическая, но чаще всего тема уже обусловлена темой. Что касается Мейхана в культуре. Значит, Мейхана в культуре, вот как я уже говорил, когда она была ещё под запретом, но имела место быть в фильме «Я помню тебя, учитель». Азербайджанский вариант названия фильма «Бизим Джабис Мюрлим», снятого в 1969 году на Клинастуде Азербайджан фильм, и по словам современного исполнителя Мейханы Агамерзы, этого фильма стала уже классикой жанра. Азербайджанский поэт и писатель Сабилу Рустам Ханлы в своём произведении «Книга жизни» упомянул Мейханлу. В общем, сонародники наши, как он писал, цитирую, «рассыпанные по горам Кавказа, исповедуют свои сердечные чувства трёхструнным сазовом и тамбуром. Винкаранский край ведёт по-своему хоровод Хавай, Нахичевань поёт Ахишта, в Баку, в окрест него отдают предпочтение Тару и Мугамам, вкладывают Мейхана особый жанр городского фольклора». Да, значит, Мейханат также является просто фольклорным фольклором, потому что люди обычные могут её исполнять тематически, не тематически, как я уже повторюсь. В общем, это народный фольклорный жанр. Градация, предпочтение, скорее всего, то, что любят слушать. Некоторые любят слушать Мейхану, некоторые Мугамы и так далее. Но Мейхана сейчас очень популярна. На российскую эстраду Мейхана пришла Интигамом и Интирамом, двумя исполнителями. Ты кто такой, давай, до свидания. Да, она вышла за пределы Азербайджана и попала на российскую сцену. Мейхана, ребята, очень такая вещь, которая, её надо понимать. То есть, когда слушаешь, каждый куплет цепляется за другой. Если ты пропустил какую-то строчку, уже смысл понимания того, что ты слушаешь, теряется. То есть, приходится, чтобы понять, переслушивать по нескольку раз. Потому что куплеты хоть и повторяются в этом жанре, но когда смысловая цепочка потеряна, трудно понимать о том, что хочет нам Мейханист выразить той или иной композиции. Потому что Мейхана может быть разной тематикой. Это и о девочках, это и о плохих вещах. Мейхана, кстати, жанр, который чаще всего это и выражает. То есть, чаще негативные стороны. Вот. И поэтому в советский период, кстати говоря, жанр был немножечко в этом плане ущемлён. У нас с вами. Мейхана, значит, стала популярна в России. В общем, и Мейхана, значит, стала историей, даже получила мировое признание. Мейхана вышла за рамки постсоветского пространства. Мейхана даже используется в Израиле чаще всего, потому что в Израиле азербайджанцы тоже проживают. И, значит, в общем, Мейхана это обрела оттенки того, что отражает наша жизнь с вами. Значит, где можно ещё прочитать о Мейхане? Нам Википедия предлагает ссылку, значит, автора Рахимова, и, значит, называется «Музыкальная азербайджанская Мейхана» эта книжка, где можно почитать и эту же статью. Ссылочку на эту статью, кому будет интересно, я всё оставлю в описании под видео. Вот. И, значит, Мейхана, ребят, у нас с вами сейчас мы прослушаем одну из композиций, которая у нас с вами прозвучит. Вот. И мы сейчас вот с вами послушаем эту композицию, которая у нас с вами перешла в российскую эстраду. на российскую сцену, она звучала на первом канале, между прочим. Так что сейчас мы с вами её послушаем. «Музыкальная азербайджанская Мейхана» «Ты кто такой? Давай, гуляй, до свидания! Ты кто такой? Ребята, мы с вами прослушали сейчас «Ты кто такой? Давай, до свидания!» Есть и другие композиции мейханы на русском языке. Мы с вами будем продолжать разбирать, значит, жанры азербайджанской музыки. Сегодня мы с вами говорили о мейхане, о её... Ну, она некрасивая в своём роде, это просто речитативные напевы, как вы уже могли слышать. Значит, кому будет интересно, я все варианты мейханы оставлю ссылочками в описании под видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. С вами снова был мейханы, мейханист-блогер Михаил. Всем удачи и всем пока-пока. Не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Всем удачи и всем пока.